Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Каким образом Западная Армения, ставшая неделимой Арменией, обрела независимость? В Арцахе началось строительство 957 жилых домов. Декларации с антиармянскими заявлениями переданы на обсуждение в парламент Турции. Арцах признает, что была оккупация, ремесла и торговля в Западной Армении, Амасе. Будет организован конкурс читателей, посвященный 125-летию Егиша Чаренца. Историк Геворг Язиджам представляет новые публикации армян-оведческого характера. Уважаемые соотечественники, сегодня мы собрались, чтобы отпраздновать 103-ю годовщину образования Армянского легиона. До этого мы уже отмечали День независимости в Западной Армении 19 января 1920 года. После оккупации значительной части территории Арцаха Азербайджана в результате Второй Арцахской войны в 2020 году, Турция и Азербайджан теперь стремятся превратить мнимую военную победу в юридическую победу. С юридической точки зрения это относится не только к статусу Арцаха, но и к вопросу о правах Западной Армении. Полное выступление президента Армянака Абрамяна доступно на нашем сайте. В рамках новой программы в Арцахе начаты работы по строительству более 3000 жилых домов. Об этом сообщил министр градостроительства Арам Саркисян. В 2021 году на государственные средства построено и сдано в эксплуатацию 35 домов, которые были предоставлены в основном семьям переселенцев. С помощью государственного бюджета начаты строительные работы по возведению 957 домов, 914 из которых будут переданы семьям вынужденных переселенцев, в частности, в Степанакерте и в Аскеранском районе. Указанные работы будут завершены в 2023 году, сказал Саркисян. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп представил на ратификацию в парламент так называемую Шушинскую декларацию, подписанную 15 июня 2021 года между Турцией и Азербайджаном. Декларация поднимает уровень турецко-азербайджанских отношений до союзнического, заявили в турецком парламенте. Напомним, что в декларации говорится о безосновательных требованиях Армении к Турции, которые искажают историю и наносят ущерб миру и стабильности в регионе. В декларации отмечается, что открытие Зангизурского коридора будет способствовать укреплению турецко-азербайджанских отношений. Западная Армения прекрасно понимает, что Турция, играя с Азербайджаном в глупую игру, хочет ратифицировать так называемую Турецкую Шушинскую декларацию, которая заменит Шушинскую декларацию, принятую Национальным советом Западной Армении 17 декабря 2004 года. Но турецкая сторона опоздала. Турецкая Шушинская декларация никогда не сможет заменить Армянскую Шушинскую декларацию. Законопроект об оккупированных территориях Арцаха будет обсуждаться в первом чтении в парламенте Арцаха на заседании 16 февраля, а затем в случае его принятия во втором чтении будет полностью обсужден 20 февраля. Арцах признает, что была оккупация, примет об этом закон, упомянув места, территории и подняв проблемы беженцев. В первую очередь это касается статуса перемещенных лиц из Гадрута. Кроме того, закон решит существующие в настоящее время вопросы культурно-исторического наследия. Следует добавить, что разработка и принятие таких проектов после оккупации является общепризнанной международной правовой практикой. Учитывая тот факт, что она была распространена всеми фракциями, она обязательно будет принята. Зажиточная жизнь считается одной из важнейших особенностей армян Амассии в Западной Армении. По крайней мере, такое впечатление у нас возникает, когда мы читаем обширную книгу Габриэла Симоняна «Мемуары понтийской Амассии». В нем говорится, что у каждой семьи была как минимум одна квартира и один сад. Было большое количество семей, финансовые ресурсы которых составляли от 200 до 1 тысячи османских золотых, что было показателем некоторого богатства. Было также 40 семей, чье материальное богатство, имущество и деньги оценивались от 1 тысячи до 7 тысяч османских золотых. Полная статья доступна по ссылке на нашем официальном сайте. Степанакерский университет имени Месропа Маштоца объявляет конкурс читателей среди учеников общеобразовательных школ, посвященный 125-летию гениального поэта Ягиша Чаренца. Об этом Арцахпресс сообщили в пресс-службе университета имени Месропа Маштоца. Согласно источнику, на первом этапе конкурсанты должны представить видео в виде целого стихотворения или отрывка на предпочтительном языке – армянском, русском или английском. Ученики могут отправить заявки на страницу в фейсбук университета имени Месропа Маштоца до 15 марта. Историк Киворк Язиджам продолжает с любовью и регулярно направлять библиографические данные в армянскую прессу и в новые издания армяноведческого характера, выходящие на родине или в диаспоре, для ознакомления с широкой общественностью, в частности библиотеки армяноведческих кругов. Далее для вас армянская народная песня. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok